Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я покажу вам, как из этого сделать вот это. Все, у нас есть набор видео. И что мы делаем? Мы берем первый кадр, дублируем его наверх, мы нажимаем Replace Wish After Effects Composition, и у нас открывается After Effects. Идем во вкладку Content Everfield, если ее нет, нажимаем Windows, здесь включаем Content Everfield. Здесь мы нажимаем Create Reference Frame, и он создает нам кадр, на который будет в дальнейшем ориентироваться, и у нас автоматически запускается Photoshop. И здесь просто поверх можно создавать новый слой, мы просто берем и начинаем затирать эти вот все крышки. Чудесно! Все, нажимаем Ctrl S, и у нас должен наш кадр появиться уже зарегистрированный. Дальше мы переходим снова же на этот файл, который у нас изначальный, не ново созданный. И идем во вкладку Effect, и здесь мы пишем Mokka. Ну, такое-то нехорошее название у него. Mokka AE. Mokka AE. И перетаскиваем на наш файл. И нажимаем на сам логотип. Теперь мы берем вот этот инструмент, приближаем наше изображение, и там, где нам ретушировали, все обрисовываем. Нажимаем правой кнопкой, все у нас сбросилось. Это будет наша будущая маска. Вот здесь у нас панель просмотра, а вот здесь у нас панель трекинга. И мы нажимаем Play, и кадр начинает тречиться. В чем отличие от обычного трекинга в After Effects? В том, что он нам определяет именно область, которую мы выделили, а не точку, как в классическом трекинге. Поэтому трекинг получается достаточно качественный. Сейчас он выдаст ошибку. Все, он выдает ошибку, ничего страшного. Нажимаем OK, и просто закрываем наш плагин. Он предлагает сохранить, нажимаем Save. И теперь здесь мы нажимаем Create AE Masks. И у нас появляется маска. Переходим в маску. Здесь мы ставим, и он нас вырезает этот фрагмент. Убираем. Вот у нас получается такой дырявый файл. И ставим края, размываем на, например, на 20. Проверяем. Неплохо. Даже можно на 30. И вот такая у нас получается маска. Включаем все слои. Идем снова в Content Aware Fill. И теперь здесь мы нажимаем Generate Fill Layer. И просто ждем. И следующее у нас происходит магия. И мы смотрим, что у нас получилось. Замечательно. Чудесно. Он создал у нас очередность кадров, которые взяты из нашего референсного слоя. Мне кажется, это замечательно. Нажимаем сохранить. Переходим в Premiere. И вот наш файл. Было. Стало. Проделываем также со всеми остальными файлами. Мы все закончили, но на последнем видео у нас возникла такая ситуация, что при изменении света на модели, свет на коже поменялся, а на созданном слое свет не меняется. И мы видим, что появляется жесткая граница. Для этого мы созданный слой переносим сюда. На всякий случай, чтобы у нас отображалась сверху наша модель, а снизу уже созданный слой. И накладываем на этот созданный слой инструмент кривые. Здесь мы просто находим, где у нас область. Вот у нас видно, что область другая. И здесь просто средний слой. Мы немножечко меняем. Видно все-таки. Видно. Но мы уже над этим заморачиваться не будем. Урок не про это. Потому что можно, конечно, сюда накинуть градиент, чтобы у нас здесь выравнивалось, чтобы здесь выравнивалось, если оставалось. Анимировать градиент вот здесь можно. Просто его обрежу, чтобы не смущать вас. И все готово. Ну что ж, смотрим на полученный результат и кайфуем. Надеюсь, вам всем понравилось. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok